Будут сидеть экономисты, будут сидеть государственные деятели, будут сидеть переводчики, будут сидеть филологи и будут принимать разумные решения. Потому что вы говорите, я экономист, у меня стейкхолдер понятен. А когда к нам приходит студент на первый курс экономического факультета или социологического, и на него все это сваливается лавиной, он понимает только союзы и, или, и вот слово делать, да, а у нас нет языка обучения. У нас нет языка обучения, на котором человек мог бы постигать всю эту премудрость. Это во-первых. А во-вторых, я призывала, знаете к чему, я призывала к тому, чтобы не обижать тех людей, которые пытаются как-то изменить эту ситуацию. Вот не так давно депутат Государственной Думы Аксаков, который является заместителем, председателем комитета по финансовым рынкам и инвестициям, написал письмо в правительство, в котором попросил о создании такого терминологического комитета. На следующее утро я включила радио и по всем каналам этого государственного человека поливали грязью за то, что он написал такое письмо. И все кричали, Шишков, он призывает заменить пианино на тихогромы, а галоши на макроступы. Ни один человек не закричал, какой замечательный акт. Может быть, наконец-то Карамзин у нас получит дорогу? Никто. А чехи? Чехи придумывают смелые свои слова. Норвежский язык, один из литературных языков, искусственный, придумали его им. Тот же самый иврит Бена Ихуда придумал из древнееврейского. Все слова, которые были нужны, прекрасно живут. А профилогические слова? Профилогические слова. Ну, здесь я только ассоциативно могу ответить. Это инструмент, это научный инструмент, узко употребляемый в кругу профессионалов. Он нам нужен, прежде всего, для международного общения. А вот, ну, я не знаю, врач пользуется скальпелем, щипцами. Это не значит, что мы все возьмем эти щипцы и скальпель и пойдем на кухню ими курицу разделывать. Все-таки есть сфера общения функциональная. Скажите, пожалуйста, а как кодификация может решить вот этот вопрос? Иностранной терминологии. Ведь документация, в основном по вот этим дисциплинам, в частности по информатике, она же вся английская. И профессионалам удобнее общаться англицизмами, равно как в экономической сфере. Если мы кодифицируем, они что, и че? Прежде всего, кодификация решит вопрос преподавания. Да, ведь посмотрите, у нас приходит иностранное слово тогда, когда люди не точно понимают, что имеется в виду. Вот почему мышь никто не называет по-английски mouse, компьютерная. Что ее видно? Она похожа на мышь. Вот я могу посмотреть, да, мышь. Мы не заимствовали слово folder. Мы говорим папка. Почему? Я включила Microsoft Office, у меня на рабочем столе папочки. Это видно, что папочки. А сервер, вот сервер, коробка в ней что-то жужжит. Я вообще не знаю, как он выглядит, когда пользователь языка, представляю. Что-то такое железное, с лампочками, переключательные какие-то. Вот слово обслуживатель вместо сервер, оно не имело никаких шансов в русском языке. То есть здесь должно быть все разумно. И, конечно, ну не заставим мы никого говорить никогда вместо магистр делового администрирования, да, что-то иное. Или какой-нибудь мастер рачительного хозяйствования. Слово рачительное, оно совершенно другие у нас ассоциации несет. Но прежде всего это нужно для обучения, для передачи знаний. А специалисты, конечно, жаргон, сленг, это между собой. Естественно, они всегда будут общаться. Большое спасибо, Марина Юрьевна, за представление.